Хвостик Макса о чем-то говорит. Галчата ТВ. Всем привет! Вы на канале Галчата ТВ. После выхода последнего видео, там где я показала, как мы собирали этот вольер, многие из вас попросили рассказать о нем поподробнее. Ну, давайте начнем. Итак, мне очень нравится этот вольер. Я вам уже говорила, что я очень долго искала что-то подобное для своих животных, но найти на рынке это было практически невозможной задачей. И, наконец-то, я нашла его в Украине, в городе Харькове. И вот этот вольер мне сделали под заказ вместе с домиком. И, конечно, в благодарность за такую красоту, тем, кто еще захочет заказать, купить, я оставлю контакты в описании, потому что думаю, что многие из вас тоже очень долго ищут. Итак, давайте посмотрим. Вот здесь есть такая хорошая щеколочка, которая позволяет закрывать и открывать вольер. Я просила, чтобы эту перекладину можно было снимать, потому что мне неудобно, чтобы она была всегда закрыта, если я вдруг хочу снимать. И мне вот так сделали, что она снимается, и потом ее можно одеть. И это очень удобно. А теперь давайте пойдем посмотрим на домик. Домик для животных сделан тоже из дерева. И у него такая приставная... Вот пришла моя Алиска. Алиска, а тебе нравится домик такой? Алиска убежала гавкать дальше. Есть такая приставная лесенка, по которой животные могут забираться на второй этаж. Алиса, ты не хочешь? Но на самом деле наш Макс показывал уже. Да, в принципе, и Алиса на видео показывали, насколько это удобно и здорово. Еще что из каких-то особенностей хочется вам рассказать. Да, у этого домика есть второй этаж. Я еще не садила сюда нашего кролика Баффи, но думаю, вот она как раз будет любить сидеть здесь наверху и наблюдать. Как видите, я специально поставила в угол, потому что Баффи может выпрыгнуть здесь, и выпрыгнуть будет негде. Домик, этот верхняя часть снимается, и здесь остается такая крышечка, которую тоже можно будет убирать в случае необходимости легко, если вдруг оно запачкается. Макс уже подошел опробовать. Макс, ну что тебе? Нравится твой домик? Ну, конечно, этот домик предназначен для собак или для котят, но Макс пошел уже играть с игрушками. Эти игрушки расставил для него заботливо наша Машенька. Макс, ну что, как тебе домик? Хвостик Макса о чем-то говорит. Кто знает, о чем говорит хвостик Макса? Макс, на самом деле, когда его никто не видит, очень любит в нем прятаться. Причем он как залазит наверх, так и прячется внутрь домика. А вот здесь ему еще наложили игрушки, и у него просто будет восторг. Куча игрушек, да, Макс? Все для тебя. Все игрушки для тебя. Ой, Алиска буянит. Ну, что вам еще такого хорошего рассказать? Когда я заказывала домик, можно было... В оригинале он шел, вернее, 40 сантиметров, но я подумала, что 40 сантиметров это где-то вот так, наверное. И я посчитала, что это будет маловато для кролика именно. Он просто выскочит. И я попросила сделать 70 сантиметров. Но если у вас щенок небольших пород, то, конечно, 40 сантиметров будет, я думаю, вполне достаточно. Алиска, ну что, как тебе домик? Как тебе твой вольерчик? Макс среди игрушек. Просто красавец такой. Я очень буду ждать ваши комментарии, что вы мне напишите по поводу этого домика из дерева. Понравился он вам, не понравился? Хотели бы вы для своих животных такой домик? Ну и, конечно, в следующем видео мы уже сюда запустим нашу Баффи. И посмотрим, как она себя будет чувствовать в этом домике. Кстати, напишите мне, пожалуйста, что вы еще хотите здесь видеть в середине этого такого вольера. Конечно, я для Баффи поставлю еще водичку, сенник, что здесь еще будет. Какие-то деревяшки, которые она сможет погрызть. Макс понял, что все ушли. Макс у нас умеет открывать двери. И, конечно, я говорю вам всем пока-пока. Иду читать в вашем комментарии. До новых встреч!